Ребят, кто-то из вас спрашивал, что за дома, которые находятся в Учкуевке, где можно снимать квартиры, которые продаются, где живет Никита, ну, это парнишка, который недавно был во влоге. Вот эти дома, вот один, вот второй, там все дальше. Записывайте адреса, номера телефона, звоните, узнавайте. Ну и, конечно, не забывайте проверять все документы, учредительные, там, собственности и так далее. Потому что с недвижимостью в Крыму сейчас все довольно-таки сложно. И очень часто встречаются такие случаи, когда люди покупают жилье в незданных домах, в каких-то там зонах, в которых строить нельзя, землю берут, покупают. В общем, много нюансов, поэтому очень внимательно с этим. Смотрите, 350 и 450, это на 75 ватт, топ-бокс. Вот, это комплект к тому же идет. Такой вот тоже до 75. Тот, кто на северной стороне первым додумается открыть вейбар или магазин для вейперов, скорее всего, золотится просто. Население здесь не такое уж маленькое, летом вообще приезжает куча туристов. И для того, чтобы купить вот этот сраный балкон жидкости, блин, нужно переться по жаре еще по самой на ту сторону. Это совсем не прикольно. Вот только походив, так спешка тралом по жаре, понимаешь, что задача Номбру Ванг, которую нужно срочно решить, это задача с правами. А дальше купить, блин, мотоцикл, и все. И проблема будет решена. Не перестаю удивляться тому, насколько обычная реальная жизнь порой выкидывает такие повороты, что даже если захочешь придумать такое, очень сложно. Приехал я сейчас домой, открыл ноутбук, и мне в личку сообщение пришло. Привет, Ян, посмотрели ваш канал, мы сейчас в Учкуевке, очень хотим с вами встретиться и познакомиться. Я залезаю в профиль, смотрю, кто это мне пишет, и я в шоке. Мы приехали в гости. Всем привет. Угадайте, к кому. Заменитый человек, мы просто очень рады встретиться с его семьей. Это дом или квартира? Это гостевой дом. Ну, как бы, да, мы как снимаем, как квартиру. Потому что квартиру снимать нам скучно. Правильно. Мы там будем сидеть в четырех стенах, а здесь мы живем в 150 на 200 метрах от моря. Почему? Сейчас я уговорю ребят, очень хочу взять у них интервью. Не надо бомбить. Я понимаю, что в рубрику лица крымчан, наверное, их, ну, как бы, не совсем правильно размещать, но, но, это люди, которые объехали фактически полмира. И поскольку мы сейчас находимся в Крыму, и один из самых часто задаваемых вопросов, и даже не вопросов, а таких споров, что куда ехать, в Турцию или в Крым. Сейчас я, в том числе этот вопрос, буду задавать ребятам, которые, в отличие от меня, и в отличие от многих из вас, объехали реально весь мир. И очень интересно их мнение, что они ответят вот в сравнении Крыма с другими местами. Интервью выйдет на канале буквально через пару дней. Так что обязательно смотрите. Мы поехали в Таиланд, на южный остров Калипе, называется Тайский Мальдив. Кто-то, ну, мало о нем знают, на самом деле он там очень далеко, но он, кстати, водичка, как на Мальдивах. И я прочитала на форуме Винского. Ну, я готовлюсь к путешествиям, читаю. И тут мы приезжаем с Сашей, загораем день-два, там гуляем, с моим вертолет прилетает. Ну, там обычно некому на вертолетах. И тут заселяется в отель Винский. Я уж не знаю, он прилетел или не он, но суть в том, что вот этот человек, которого, я уже много лет, сколько мы путешествуем, я вот его читаю, уважаю все, он очень много лет этим занимается. И тут Сергей, и у нас такой стимул появился, ну, почему мы снимаем, мы реально очень много снимали, но никогда не выкладывали. Ну, вообще, опыта, конечно, нет. Ну, все равно так захотелось, что-то свое, да, вот, как бы, потому что фотографии забываются, а вот сейчас на канал допускаю, пока не получается, что как мы хотим, но мы научимся. Ну, сама суть, вот когда Винского не видел, думаю, блин, надо начинать. Мы были под Керчью, в заповеднике, там розовое озеро. Вот я хожу так, ну, визуально не вижу, но когда мы подняли коптер, вот часто эти выпилили, в сравнении море, и вот это, оно бордовое, но вот так глазами, ну, не видно, только сверху, вот тут, ну, преимущество сразу почувствовала, когда с субботы кровь не ходит. Такая-то стильная. А вы вообще сколько раз вот так в год выбираете? Ну, по-разному, такой вот прям большой трип на несколько месяцев, мы в основном зимой все можем позвать, ну, пока в кино работаем, то, что в этом году улетели, в начале января, пустяного года, и в конце марта вернулись. А вот, захотелось снега, потому что вся зима была в тепле, мы возвращаемся, говорю, блин, хоть бы снег пошел, хоть и вот он, вот он снег пошел, лето нет, мы сейчас сидим, холодно, 14 градусов. Я говорю, Юль, поехали куда-нибудь, где-нибудь поживем. Она говорит, сейчас, к вечеру она, поехали в Крым, все, я уже нашла, все, все. На самом деле, мы не заморачиваемся в плане чего, что вот у нас есть время, мы можем поехать с туроператором, но там путешествуют сами, грубо говоря, есть же некоторые страны, типа, в туристическом направлении, где дешевле с туроператором, если еще на две недели, я не буду сама покупать билеты, переплачивать. Я куплю тур, но я там все сделаю, сниму машину, сама объеду. Когда долгое время, я люблю планировать, потому что мне правда это интересно, чтобы мы сами там в горы, в пещеры, причем вот это все интересно, вот, по-разному. Вот у нас, у нас, мы вот тогда улетели в Стамбул, вот сидели вот так вот, сидели вечером, слабо-не слабо, утром проснулись в Стамбул, то есть по-разному, в каждой ситуации, главное, чтобы был какой-то кусок времени. Вот такая она жизнь должна быть. Мы можем поехать в гости к моим родителям, там, подмосковье, Саша, переглянуться, а ты был в Костромине, это поехали-поехали, то есть уехали, тогда там до Плёса, ну, то есть мы вот в этом плане, хоть ночью проснешься, ну, давай-давай, вот, вот в этом плане классно, что он меня поддержит, я как бы тоже такая, легкая на подъем. Всё, ребят, только что записали интервью, обязательно посмотрите, через пару дней оно выйдет, я думаю, что много чего полезного для себя сможете получить, ну, и подписывайтесь на канал, ссылочку я оставлю в описании, хотя я об этом уже говорил, зачем я это опять повторяю? У нас идёт, понимаешь, культивирование вот этого потребительского общества, 99% людей, вот если взять обычного человека, прийти домой, в квартиру, и посмотреть, что у него есть, вот 99% вещей он никогда не пользуется, он купил, поставил куда-то его в шкаф, там, или там, на полочку, и он устоит, даже книги, вот захочешь иногда, кому-нибудь, о, книг сколько, что за книги, какую советскую почитать, я не знаю, я не читал, я говорю, нафига, ну, типа, почитаю потом, потом, и так вот оно потом, жизнь проходит там, и он и так ничего не прочитает, и, а на самом деле, это же, во-первых, как сначала, ты стея вытягивают деньги, а потом, ты становишься заложником этих вещей, у меня, вот принципиально, если у меня бы сейчас было бы, я не знаю, с неба свалился, там, 10 миллионов, я бы скорее всего, врату, все что купил, ну, мотоцикл, и опять же, для чего, чтобы путешествовать, поехать, столько разговоров, не в одном месте, да, по-разному, он же там огромный, что у нас же в России, так как, вот возраст там, пост 35+, это, основная масса, знаешь, сидят люди, у них куча проблем, куча, причем, когда начинаешь эти проблемы разбирать, они их сами себе придумают, да, я заплачу мне за ипотеку, нахера ты ее брал, а как же я буду жить, да ты можешь не доживешь до того возраста, господи, куда ты собрался жить, ты, если детям оставить, дети не будут зарабатывать, они реально не будут потом зарабатывать, работать, у них уже это есть, зачем им это надо, может, не надо будет, ты будешь 30 лет грабать, ипотеку выплачивать, родиться такой придурок, типа меня возьмет, скажет, о, пап, спасибо, я продаю квартиру и поехал, пусть сам живет какой-то, просто жить надо здесь и сейчас, потому что ты, не знаешь, что завтра будет, как бы, получать удовольствие от жизни, какой смысл? А то можно всю жизнь, я вот накоплю, через 10 лет уеду туда, потом посмотрю, вот это потом, а у меня ипотека, у меня там машина, у меня дети, у меня пенсия, то есть всегда так будет, никогда не будет такого, что ты, хоп, и у тебя все, прям все, все разрешено. А у меня еще впечатление, знаешь, от чего, вот я каждую страну, Сашка, на дуршотку приезжаю, всегда спрашиваю, а акул у вас есть? Ну, вегетарианцы, говорите, нормально плавают, как бы, ну, нормально, на Мальдивах приехали, первый же вечер, а вот, говорит, посмотрите, раз рыбу туда, акулы плавают, ничего, а ну, есть, пошла купаться, ничего, ладно, пошла купаться, там 20 метров от берега риф, я так, ну, бдю, этот пошел с маской, отплывает, с камерой, с камерой, через 5 минут, я говорю, Юля, акулу видела, я говорю, какую акулу, он говорит, от берега же плыла, выходит, показ мне фотографию, а я метров 30 отплыл, до рифа, где там уже все, океан, там, там бездна такая, там реально так, блин, мурашки по коже, там какие-то белые спины плавают, оттуда разворачиваюсь, в сторону берега плыву, и на меня акулы плывут, реально большая акула плывет, метра полтора, не меньше, потом по фоткам посмотрели, а фотик у меня на этом, ну, соник тоже, я видео записывал, на шнурке, я фотик бросаю, ноги вниз, руки расставил, смотрю на нее, она до меня доплывает, и начинает оплывать, я снова поднимаюсь, снова ее снимать уже фотки, все, я знаю, что нельзя быть жертвой, нельзя болтухаться, я все сделала, что нельзя, я просто боюсь, фотки показываю, и у меня начинается мандраж ее, она здоровая была просто, серьезно, вот представь себе, да, одно дело, когда, вот я недавно, мы были на Бали, и пишут, приколах, ой, представляете, на носу одного приплыла акула, около какие-то янки, на так орала, а люди потом говорят, а вы как себя вели, ребят, вот я говорю, я знаю тоже, что нельзя, я бы забарахталась, всего этого как бы дико боюсь, вот на стороне, да, такого, ну не такой, чуть побольше, такой богомольчик был, ага, он нападал, еще такой вот, черновойский, да, и кузнечика еще на помощь призвал, усимых прибежал, точно, я таких никогда не видел, блин, все, в общем, мы вас завтра ждем, поедем, пойдем точнее, на пляж, купаться, спасибо, где-то в районе двух-трех, мы напишем, добро, ну может быть, я мы там сухой на пляже, потому что Юлька днем не ходит, она вечером ходит, чтобы в шесть, когда солнце чуть-чуть садит, напишите, а мы с Ксюхой будем там, хорошо, Ксюша чудо просто, ребят,